МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приготовим огурцы. Нарезаем огурец сантиметровым кубиком. Мой муж, Саша, как-то раз привозит пакет речного судака. Я, как обычно, говорю, Саш, ну зачем так много? А, ну нажаришь, хочется так рыбки. Я думаю, ну ладно, я приготовлю только чуть попозже. Вынесу его на улицу, накрою тазом. Но что произошло дальше, вы узнаете чуть-чуть попозже. Огурцы нужно замариновать. И сюда мы сейчас добавим подсолнечное масло. Две столовые ложки будет достаточно. Так, и вместе с маслом мы должны добавить сюда приправы. Пол чайной ложки тмина, базилика и черного молотого перца. Хорошенечко все перемешиваем. Нерафинированное подсолнечное масло – прекрасное решение для приготовления маринада. Оно придаст блюду легкий аромат семечек. Накрываем мисочку пищевой пленкой и ставим в холодильник на 30 минут промариноваться. А мы за это время сварим рис. Так, все. Рис в сотейнике отправляем на огонь. Будем варить 20 минут. А пока займемся рыбой. Берем фольгу, отправляем сюда рыбку и сбрызнем сверху подсолнечным маслом. Где-то две столовые ложки будет достаточно. Польем соком половинки лимона. Теперь солим и мы поперчим тоже где-то 1 третью чайной ложки. Берем противень, отправляем сюда рыбку и ставим в духовку на 20 минут, температура 180 градусов. Разворачиваем фольгу. Рыбка должна чуть-чуть остыть. Рис также готов. Выключаем, пусть остывает. А мы тем временем измельчим по 4 веточки укропа и зеленого лука. Так вот, готовлю ужин. А чтобы долго не возиться с рыбой, я сшила ее, приготовлю ее в духовке. А для гарнира приготовлю рис с соусом. Выхожу я во двор. И что я вижу? Таз перевернутый. Котов со всей улицы, они возле моего судака сидят. Осталось только две маленькие рыбешки. Думаю, вот это да, накормила я мужа своего. Теперь возьмем 75 граммов олива и нарежем кружочками. В общем, взяла я эти две несчастные рыбешки и запекла. А что делать дальше? Ну что такое две рыбешки? Нужно было что-то придумывать. К этому времени сварился рис, и я сделала микс. Смешала рис, рыбу, овощи и красиво выложила все на тарелочку. А теперь возьмем один помидорчик и один сладкий перец. Муж был удивлен, но, естественно, про рыбу он спросил. Я говорю, ой, ты знаешь, собственно говоря, вечером переедать не стоит, все-таки уже не тот возраст. И пообещала, что завтра у нас на обед будет запеченная рыба. И сюда же добавляем рис, который уже остыл. Из холодильника достаем огурцы. Берем рыбу, которая уже остыла. И с помощью вилки мы отделяем мясо от кости. В общем, этот салат, он спас меня не только от маленькой ссоры с мужем, но он стал одним из любимейших салатов нашей семьи. Рыбку нужно немножко измельчить. Добавляем рыбку к салату. Сейчас мы должны чуть-чуть посолить. И точно так же мы поперчим. Для заправки идеально подойдет сок половинки лимона. И добавляем 3 столовые ложки подсолнечного нерафинированного масла. Нерафинированное подсолнечное масло прекрасно подходит для заправки салатов. Такое масло подчеркнет оригинальный вкус всех ингредиентов. И ваше блюдо, несомненно, превратится в кулинарный шедевр. Хорошенечко перемешайте салат, выложите на красивое плоское блюдо и подавайте на стол. Приятного аппетита! А я снова буду ждать вас через неделю у себя на кухне. В моей тетрадке еще много удивительных семейных рецептов и не менее удивительных историй. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова